На прямой связи с Курской областью сейчас волонтёры из ЗОВ-73 к сбору гуманитарной помощи подключились сразу же. Как только стало известно о трагедии, бросили клич о помощи. Два раза просить не пришлось. Неравнодушных много. Первая машина отбывает в сторону Курска уже этой ночью, 8 августа. В ближайших планах ещё две поставки – во вторник и в субботу. Сейчас волонтёры решают вопрос с временным размещением жителей, спострадавших от атаки территорий. Есть семья, у которой 9 детей, у которых папа остался в посёлке. От семьи 9 деток. Конечно же, мы им предложим выехать. Насколько они согласятся, посмотрим. Семьи есть с больными детками. Например, кому нельзя белокоровьего молока, мы отдельно им закупаем смеси. Также отвозим, координируем, подсказываем, кто хочет выехать, например, к нам в Ульяновск. У нас есть люди, кто готов принять, если что. К сбору необходимой помощи без промедления подключилась общественная палата. На Льва Толстого, 58, открылся штаб по сбору гуманитарных грузов. Нужны самые необходимые вещи. Это питьевая вода, это подгузники, это продукты, которые не портятся. Вы знаете, по общественникам всей страны прошёл клич, и все общественники, все общественные палаты России в одном порыве. Сегодня мы все созваниваемся, говорим, кто что может, какой регион что-то может прислать. К сожалению, есть и раненые, и есть и палитры, поэтому если есть возможность у кого-то приносить медикаменты, понятно, что слава такие широкое употребление, то есть бинты, возможно, будут приносить памперсы, также потребуются для семей, в которых есть дети. На Льва Толстого, 48, в благотворительном фонде «Счастливый регион». Пункт сбора начал работу в среду утром. Уже есть первые пожертвования. Сегодня с утра уже поступают звонки, когда можно принести, уточняют адреса пункта сбора и осуществляем приём. Люди откликаются с чистым сердцем, с открытой душой, и неважно, в Курске это, не в Курске, если произойдёт, и поэтому тут важнее человечность. Идёт работа и на региональном уровне. К участию в отправке гуманитарных грузов привлекается бизнес и крупные промышленные предприятия. Обсуждается возможность размещения эвакуированных жителей на территории Ульяновской области. Я на связи с руководством Курской области. Мы понимаем, что и как нужно делать. Необходимо наладить слаженную работу и максимально быстро произвести отправку гуманитарных грузов. Сбор средств для пострадавших от атак ВСУ мирных жителей Курской области объявило Ульяновское отделение Красного Креста. Уточнить подробности желающие помочь могут по телефону 8-84-22-58-85-54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова